В то время как для собственного развития России остро необходимы деньги, много денег, когда правительство урезает социалку, режет пенсионную часть, чтобы сэкономить денежки в резерве, в это же время Россия тратится на долговые бумаги США. В августе вложения увеличились почти на 8 миллиардов долларов, а если смотреть с апреля этого года, то сумма переваливает за 20 миллиардов, то есть более триллиона рублей. А как же антикризисные меры импортозамещения? Ну то есть заграничный сыр с плесенью покупать нельзя, а с ограниченной долговой облигацией можно. Что за ситуация с облигациями США и почему Россия так крупно вкладывается, рассказал постоянный эксперт на Каноне ТВ, экономист, экс-заместитель председателя счетной палаты России Юрий Болдырев. Вопрос, к сожалению, печально, чрезвычайно определенный и очевидный. Это сигнал исключительно негативный. Никаких даже намеков на положительную сторону, на какое-то позитивное объяснение этого, к сожалению, нет. Только и исключительно два варианта. Первый – просто прямой заказ и принуждение купить, и тогда, может быть, мы с вами будем разговаривать о чем-то другом. Второй – попытка уговорить. Ну вот давайте мы будем такими хорошими, мы даже ваши трежеры будем покупать, лишь бы вы с нами вот начните разговаривать, о чем-то договариваться. К сожалению, никакого третьего варианта я вот не просмотрю. Чем больше мы покупаем долговых облигаций, тем больше зависим даже не от доллара, а от США. Правда, не мы одни покупаем. Китай тоже с начала года купил долговых бумаг на сумму более 45 миллиардов долларов, а в августе продал в два раза больше. Траты со стороны России на этом фоне не очень большие, но ситуации кардинально разные, уверен эксперт. В Китае что-то немножко другое. Китай, видимо, связан с США, выведен к Китаю торговыми отношениями. Китай сбывает в США огромный объем продукции своей промышленности. Не сырьевые ресурсы, как Россия продает в Европу, а промышленность. Китай постепенно будет выводить средства из долговых бумаг в США. Но это будет, скорее всего, общая туденция. Это будет зависеть от их внутренних дологов. Если США предложат китайские лучшие условия по продаже китайских товаров промышленных на американском рынке, китайские новые могут еще купить за четырех раз. Некоторые эксперты утверждают, что Центробанк решил вложиться в долговые бумаги США для снижения рисков роста курса валют. Но Юрий Болдарев уверен, в условиях, когда стране жизненно необходимы деньги на собственное развитие, вкладываться в долговые бумаги США преступно, надо избавляться от них. Первое. Я бы не упустил, что Центробанк, как самостоятельный субъект, речь может быть исключительно о том, что именно будет ремлян. Либо они принуждают, а наши соглашаются, либо наши забегают вперед паровозы с целью уговорить их посмотреть на нас, как ни на таких уж не послушных. Мы будем хорошими и хорошими, будем добрыми и добрыми, мы будем делать все, что вы скажете, только вот, сжалиться нормально. Это все абсолютно не действенно и не место просто преступности. Никак иначе, как абсолютно антинациональное поведение, как просто вопиющее преступление, это раперизводило. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».